друзья всем привет эфир мне навеяло одно сообщение один комментарий после моего видео про пустые баночки где я показывала и рассказывала о том что я свое полотенчика любименькая привезенная из дубая я его решила в половую тряпочку перевести и с удовольствием мыть им полы и прилетел такой комментарий что плохая примета полотенцем нельзя мыть полы типа денег не будет по моему что что-то такое в общем какая-то примета что нельзя мыть полы вот как вы относитесь вообще к приметам на сегодняшний день сбывались ли те приметы которым вас научили какие это приметы там не смахивая их крошки со стола рукой чего-то там тоже но все все пугали все время тем что денег не будет ставь веник только в этим к верху в общем кверх ногами не так как он метет про черную кошку и песню сочинили что еще вернуться если что-то дома забыл и вернулся это тоже плохая примета плохая примета вот плохих примет мне кажется больше чем хороших потому что вообще для чего они созданы для того чтобы вообще людей держать каком-то страхе в каких-то ограничениях чтобы там не дай бог не не чего-то там где-то кто-то куда-то стал счастливым без этих примет страх это вот такая ключевая эмоция в которой держали нас очень долго рада рада девочки тоже вас всех видеть рассуждаю с вами про приметы и я сегодня просто наконец-то взялась там за полы и использовала свое полотенце которая любименькая красивенькая наконец-то она получила ту функцию которую я для него определила она вас пошло мыть полы и с каким удовольствием я это делала вы не представляете но я начала об этом говорить потому что у кого-то есть примета что нельзя полотенцем мыть полы денег не будет слышали такой я первый раз это услышала и слава богу и даже если бы я это слышала не первый раз я сейчас вот делюсь с вами тем состоянием чтобы снять с вас вот вот я сейчас прям снимаю с вас вот эти запреты вот эти вот приметы которыми нас зашугали с раннего детства там налево не ходи там коня потеряешь направо не ходи там еще чего-то такое сама наводящиеся пророчества такие заклинания такие программирование это же все программирование что человек увидел черную кошку а он идет на какое-то важное совещание и воров какую-то важную встречу у него может быть там какой-то должен договор случиться и он идет и так волнуется тут еще кошка пробежал и в голове есть программа черная кошка к неудаче как пройдет его встреча если у него программа сидит все не видать ему договора не видать ему этого контракта а если бы вот представьте нет у вас вот забираю вот туда во вселенную даю забираю и отдаю обратно тем кто вам это сказал как вы тогда себя чувствуете вы идете на важную встречу тут кошка перебежала но у вас нет в голове знания что это к недоброму чему-то как вы себя тогда чувствуете напишите свою свою эмоцию свое ощущение сейчас натали добычи напишет а я мою и деньги есть денег нет грязь и много хлама совершенно верно можно завести свои привычки вот мой эфир именно про это про создание своих уникальных персональных привычек которые будут вас развивать и будут вам давать изобилие в жизни какие вы привычки вот уже сейчас для себя новые создали мне кажется вот у меня зрители такие мы с ними в потоковых состояниях находимся и у вас наверняка что-то уже вы свои привычки вот а я мою полотенцем у меня и деньги есть а если идея как бы не мыть то грязь и хлам вот это как раз к безденежью просто было именно что полотенцем нельзя мыть а чем про простите вот вы кто не моет полотенцем чем вы моете я перепробовала разные тряпки магазины мне ничего не нравится вот нет не подходит не а полотенце идеально идеально то что мне нужно у меня вот мраморные полы и ну а на них как бы они полированные и на них если что-то вот не так то разводы остаются это некрасиво да и вообще даже если обычные полы мне важно чтобы было в меру влажно в мир это чем еще достичь только вот такой вот махровой ткани полотенце идеально подходит для мытья полов причем хорошая хлопковая чем лучше полотенце и чем дороже ваша половая тряпка тем больше денег у вас будет вот давайте введем новую такую примету и с каких-то пор сейчас марина лукашук пишет а у моего мужа примета если встречается черная кошка значит повезет понимаете вот это идет уже из осознанности спасибо мужу а у вас есть эта примета ну что я всегда никогда в какой-то момент и уже довольно давно больше десяти лет назад точно я стала менять эти приметы думать что за бред кому-то там чего-то взбрело в голову он кому-то сказал может быть даже в шутку либо у него так лично совпало что была там какая-то кошка почему-то он обратил на это внимание и у него что-то там не складушки получились и мы теперь целое поколение живущих на земле это ведь не только в россии даже это приметы это вот насадили просто откуда-то темные силы не вспоминаем сои чтобы чтобы держать людей в страхе не одно так другое не получается с приметами а давайте насадим людям выражение ничего себе прекрасная программка ничего себе понимаете когда я тоже уже довольно давно мне кто-то сказал кто-то подсказал добрые люди про то что не говори так ничего себе ты что себе ничего не желаешь или она . у вас мелирование и а юлианочка вас мелирование очень вам хорошо спасибо большое это тонирование называется тонирование у меня есть отдельное видео чем я тонирую волосы я вам показывала цвет приятный спасибо большое мне не важно как какая кошка я очень люблю вот марина пишет я тоже я стала поменяла сначала эту примету там про кошку что мне кошки все к деньгам я вообще по гороскопу я стрелец и у меня год кота и кролика ну кот я же не кот я кошка поэтому для меня кошка всегда к добру перебегая там я еду на машине кошечка перебегать и ой спасибо тебе моя милая за хорошие вести это обязательно к добру обязательно к деньгам вообще у меня все чтобы не происходило в моей жизни друзья мои это все к деньгам вернулась домой то есть я осознанно менялась вот эти вот дебильные на самом деле привычки установки о том что вернулась значит денег там чего-то не будет ну к чему-то недоброму и я возвращалась домой как хорошо как хорошо все к деньгам я сегодня вернулась два раза два раза один раз забыла телефон вышла поехала благо недалеко уехала потом там остановилась возвращалась домой за телефоном вышла и поняла что я оставила ключи в другой куртке потому что я переоделась очень тепло сегодня внезапно было хорошо тоже недалеко ушла опять вернулась двойка хорошо это один момент а второй момент когда вас где-то задерживают вот подумайте за тоже заложите хорошую примету я так себе продумала потому что у меня были в жизни знаки когда я понимала что если вы меня не задержали на 30 минут там в одном месте где я ну так тюкнул чужую машину и на полчасика задержалась там с хозяином и благодаря этому я увидела что на дороге когда я уж там обратно ехала с кладбища родителей проведывала я поняла что это их ангелы меня уберегли в тот момент я увидела на дороге аварию и там наверняка было очень трагично все потому что и скорой пожарной очень много машин стояла такая серьезная авария и видно было что это прошло где-то 30 минут назад и я смотрю на это и отчетливо понимаю что если бы не вот та моя задержка это могла бы быть я вот я прям это четко почувствовал я поняла что те три тысячи которые я заплатила но совсем прямо вот знаете меня просто там задержали ничего трагичного там не происходило с этой машины вот понимаете да поэтому когда меня вот сегодня я у меня времени в обрез и я тут раз вернулась домой опять вернулась домой еще как на какое-то время меня задержали чтобы я не поехала куда-то куда мне нужно было и я в таких случаях сейчас себе так и говорю что меня для чего-то задерживают для чего-то прокладывают мне наилучший путь и несмотря на то что я задержалась один раз второй раз я съездила сделала все дела вообще на другой конец города но я была в такой полной уверенности что я приеду вовремя потому что у меня назначена еще одна встреча прямо вот по времени у меня был сеанс с психосоматологом вы знаете я вам рассказывала тоже что я прохожу сеансы с таким психологом психосоматологом по разным и симптомам телесным и вообще по состояниям своей жизни и у нас назначена была встреча по времени и я еду мне еще ехать какой-то вот там минут 10 наверное пробки у нас узкие дороги в городе пробочки и я еду у меня такое спокойствие на душе я знаю что я приеду и мне фарах пишет моя моя специалист кому нужен контакт психосоматолога напишите мне в личку я вам дам она очень многим уже помогла по моей рекомендации я очень рада что могу таким образом тоже людям посодействовать и приходит сообщение мне от специалиста надо через 10 минут встречаемся и пишу да надеюсь я успею доехать я доехала буквально я вошла в дом и у меня было еще три минуты я успела спокойно раздеться не торопясь это тогда когда мы идем знаете вот с добрым прокладыванием пути для себя пониманием вот этих вот всех примет каких-то мы сами создаем эту реальность и я сегодня еще поделюсь с вами таким своим я это уже осознавала но сегодня вдруг внезапно почему-то вспомнила тоже вот про эти приметы что-то думала про то как мы притягиваем к себе негативное мы притягиваем к себе и исполнение желаний но это же тоже желание мы себе желаем чтобы у нас чего-то не было и это тоже желание вселенная исполняет все наши желания я вам сейчас расскажу просто свой сюжет и вы напишите если у вас такое тоже было то чего вы очень не хотели и оно произошло вашей жизни я помню когда уже мама была достаточно взрез в зрелом возрасте и я всегда говорила господи только чтобы она была при своей памяти и на своих ногах вот там до последних дней я это прямо знаете вот пророчила себе и что вы думаете это исполнилось ровно наоборот то есть я боялась чего что она потеряет память и не сможет ходить и именно это и произошло я бы я так анализировал думаю господи но я же так просила так просила чтобы не было а это же но такие вещи если бы я по-другому вот да главное чтобы здравие было например да они конкретные какие-то симптомы а я прям четко проговорила и так и вышло что она была и без памяти как бы не не понимая происходящего и в тяжелом состоянии им это легло все полностью на мои плечи за что боролись в туфе на пороле да было ли у вас такое что вы вот очень-очень чего-то не хотели бы вот до страха до дрожи до каких-то вот переживания вот таких эмоционально это все проживали в себе и она бац и вы такая себе потом но я же говорила я живу так вот поэтому когда мы о чем-то думаем вообще себя на что-то программируем думать думайте что мы что мы желаем что мы мыслим и чему мы не желаем кто смотрел фильм секрет я когда его посмотрела и уже потом впоследствии когда с мамой вот это вот произошло я поняла что я на себя накликала кто не смотрел фильм секрет друзья мои это основополагающие такое базовое понимание вообще энергетических обменных процессов вот ну в наш в нашей реальности в нашей вселенной я его смотрела раза три наверное пересматривала потому что забываются какие-то моменты и я использовала это в своей жизни продолжаю наверное использовать уже просто неосознанно даже ну и и дальше продолжая развиваться поэтому вот захотелось к вам выйти в эфир об этом рассказать как бы вот но прямо вот в этом состоянии и про полотенце и про кошек и про веники и про закрывание от крышки унитаза вот конечно наши родители нам говорили не смахивай крошки со стола рукой денег не будет а чем еще напугать да что денег не будет а для чего это было нужно чтобы элементарно просто гигиена соблюдалась до почистить как почистить зубы на ночь примерно так ну вот какие-то страшилки каждый для себя находит но мое вам сегодня посыл такой что придумывайте свои успешные счастливые привычки можете сейчас вот кто в эфире уком кому эта тема вот так вот заходит отзывается можете написать ксенечка вот доча зашла дочу говорю рассказываю про привычки которые мы можем менять как можно кошек черных перебегающих дорогу себе во благо взять там веник стоящий унитаз не закрытые крошки смахнуть а то и слезнуть со стола что еще там вернуться во благо их деньгам я два раза сегодня деньгам вернулась очень успешно сложилось и меня прекрасная сессия прошла с психосоматологом вот поэтому если у вас какие-то приметы которые вы для себя апгрейдили и сделали их счастливыми для себя те приметы которыми вас пугали в детстве есть у кого-то что-то сердечки фонтаны сердечек вижу девчонки понимаю что вам отзывается валентина глазкова пишет вы очень мудрая мудрость приходит слава богу мне пришла с годами иной раз я смотрю думаю боже мой вам столько лет вот смотрю на кого-то из людей думаю вам столько лет но не далось не далось не пришло сегодня вот буквально ходила там жкх не далось ну что делать ну вот так еще обязательно вам прочитаю очередную главу из валерия синельникова возлюби болезнь свою мы с вами там прорабатываем тему гордыни и разных ее проявлений разных эмоций и снова здравствуйте да катюша снова здравствуйте дорогие прекрасный анекдот я знаю что вы его помните из моих уст вот так что вот такая вот вот такая вот у меня сегодня неожиданно тема эфира родилась и буду рада если это вам вот отзовется и вы потом в комментариях то на ютубе будет смотреть в записи обязательно поделитесь какой-то своей предметой которые вы трансформировали и сделали себе на удачу будем на марафоне detox делиться мудростью потому что будет блок психоэмоциональный детокс и про привычки и приметы тоже включим кстати да дочь пометь себе пожалуйста сразу чтобы мы не упустили кроме вот той программы которую мы заготовили психоэмоциональный detox кстати ну кто кто идет с нами на detox мы там будем с витаминами с бадами будем детоксицироваться очищать организм но самое время сейчас и весна и убывающая луна мы в общем очень круто все это подгадали как обычно и будем делать психоэмоциональную чистку будем вам подавать подсказки на то как это можно вот апгрейдить свою реальность если вы еще не на detox и ну зайдите по ссылке я ее оставляла сегодня по моему даже здесь в stories я оставляла ссылка как бы вход на detox это чат в телеграм в телеграме прекрасная такая площадка поэтому мы там очень активно общаемся кому ну это будет и это же ну очищение вот все что я вам сейчас говорю это очистка своего психоэмоционального поля и мне вот видите какая картина шикарная стоит на заднем плане клуб метатрона продолжает рождаться наполняется энергией вот тоже придает мне силу и энергию создаем свои ритуалы будем создавать свои счастливые удачливые ритуалы we are lucky girls мы удачливые девчонки пока мои дорогие обняла вас с пользой от юлианны